Всем привет, меня зовут Лиса, и мы с вами находимся на YouTube-канале, где мы говорим о том, как выйти на маркетплейсы и увеличивать продажи на них. И сегодня у нас будет новая рубрика, где мы будем разбирать карточки товара уже существующих подписчиков, либо я буду выбирать карточки товара просто с просторов Wildberries. Недавно мне написали двое человек, которые показали свои карточки товара и спросили мое мнение о них, и здесь я вам про них расскажу. Я еще не продумала для себя точно, что я хочу сказать, поэтому все, что я сейчас буду говорить, будет мое впечатление именно на моменте. И очень важный момент это то, что я буду об этом говорить и как клиент, и со стороны клиента, и это очень важный момент, и как человек, который занимается маркетплейсами. Первая карточка товара, точнее первый бренд, это Тактик Текстиль, у них целых два, у них два товара, и как я понимаю, занимаются текстильными сумками такого военного направления. Мы видим две карточки товара, зайдем пока в первую. Я думаю, что вышли на Wildberries ребята недавно, и здесь очень на самом деле много и плюсов, и сторон для улучшения. И на самом деле это очень классно, когда есть что-то, что улучшать, потому что вы понимаете вашу стратегию работы, и это просто внедряете. Итак, что мы здесь видим? Мы видим большое количество, начнем с фотоконтента, мы видим большое количество ракурсов сумки, и я думаю, это очень позитивный момент, когда клиент или покупатель видят сразу этот товар с разных сторон. Особенно, например, сумка, кстати, тут, наверное, можно было бы добавить еще внутренности этой сумки, чтобы у клиента возникало сразу понимание, как же она выглядит внутри. Что здесь именно в фотоконтенте мне бы хотелось добавить? Точно, это первая картинка, которая не должна быть просто на белом фоне, потому что опять все, что я говорила в других видео, очень важно сделать так, чтобы клиент зашел в вашу карточку товара. Ваш товар может быть очень классный, и все остальное, и характеристики хорошие, и отзывы ваших клиентов высокие. Но если первая картинка не привлекательная или не цепляющая, то клиент просто не зайдет внутрь этой карточки товара. Соответственно, когда сумка просто находится на белом фоне, наверное, это немножечко сложно для восприятия, для клиента, который еще видит, возможно, какие-то другие сумки, которые иначе задизайнены. Соответственно, на первую картинку я бы точно добавила либо фотографию, хотя бы ту же самую, но, например, на каком-то фоне, выбрать какой-то фон, возможно, камуфляжный. Я потом покажу примеры, которые я думала. И можно сразу на первую картинку добавить какие-то уникальности именно этой сумки. Например, то, что она водонепроницаемая, очень классные швы, не знаю, она очень, у нее хорошие, она будет вам служить, не знаю, 5 лет. То есть любые какие-то уникальные вещи, которые вы можете сказать об этой сумке. И здесь, наверное, важный момент, это знать вашу целевую аудиторию. То есть вы понимаете, что, например, с такой сумкой люди ходят либо, не знаю, не в походы, конечно, не знаю, в какие-то поездки, либо на страйкбол, либо еще куда-то. В общем, куда-то они ее используют, и, возможно, можно было бы даже приписать именно те возражения, которые могут у людей возникнуть. Вот как раз-таки водонепроницаемость, а под дождем, что же с ней случится. Вот, первый, так что первый момент, это изменить первую фотографию. И мы видим, что внутри карточки товара целых три, целых три товара, в зависимости от расцветки этой сумки. Это очень хорошо, я сразу отмечу, что это хороший шаг, который вы сделали, что вы сразу внутрь карточки добавили, добавили вот эти артикулы цвета. То есть клиент, когда заходит, он может сразу, возможно, выбрать другую расцветку. Так что это классно. Дальше, что я вижу, остальные картинки. Опять же, очень хорошо, что их много, не одна какая-то, то есть тогда бы точно продажи было мало. Здесь можно было бы классно добавить инфографику, потому что для меня сейчас, как для клиента, не очень понятно, какие размеры у этой сумки. То есть она, возможно, сфотографирована так, что она большая, или она на самом деле, не знаю, не такая большая. Еще можно было бы сделать фотографию, в которой вы бы сфотографировали, сколько всего помещается в эту сумку. Опять же, взять какую-то ситуацию, в какой эта сумка будет использоваться, и напихать туда все, что можно, и сказать, вот эти все вещи вместились в эту сумку. И я думаю, опять же, это был бы очень классный момент, который бы для меня, опять, как для клиента, сыграл бы важную роль. И это было бы даже интересный такой фотоконтент. Я сейчас это придумала только что, поэтому я это даже не видела у других поставщиков сумок, поэтому потенциально интересно. Следующий пункт, опять, с этой же стороны, вы можете добавить размеры, просто, например, вынести стрелочками, там, вынести стрелочками размеры, и добавить какие-то характеристики. Что, например, представьте, вот, например, та же самая фотография, как сейчас, у нее прописаны размеры, сделана фотография детально, например, шва, и вы пишете, швы, там, не знаю, какие они должны быть, не расходятся, швы не расходятся. Или как-то своими словами правильными можете это сказать. Опять, вы на каждой картинке будете закрывать какое-то возражение потенциального клиента не купить этот товар. Потому что всегда, когда клиент заходит в карточку товара, он, наверное, сначала думает, почему бы не купить, а потом пытается себя убедить, точнее, вы его убеждаете, почему он ее должен купить. Это можно сделать с каждой фотографией. То есть на каждую фотографию вы помещаете какую-то уникальность именно вашего продукта или отличие от конкурентов. Не в смысле сравниваете вот эта сумка конкурентов, а эта наша, а вот просто показываете, чем она лучше потенциально может быть. А также может быть добавлена имиджевая фотография этой сумки в процессе использования. Опять, взять, например, какого-то мужчину в лес с этой сумкой на плече и показать такой стиль, который бы целевой вашей аудитории понравился. Тоже был бы явный плюс к вашей сумке. Также, так как это текстиль, можно было бы вынести внутрь фотографии, показать, что это за материал. Или, например, этот материал выдерживает, не знаю, 150 килограмм. Или там, кстати, это тоже объем, это объем 150 литров. Но я имею в виду, что там натяжение может быть нам столько-то килограмм. И это все будет убеждать клиента купить эту сумку дальше. Дальше смотрим, что ниже. Смотрите, вот это рекомендации. Рекомендации, соответственно, так как всего два товара, рекомендации тоже только одна. Этим я бы хотела сказать, что, возможно, стоит добавить и подумать о том, чтобы добавить новый артикул, парочку новых артикулов. Возможно, какие-то похожие сумки, немного с другим дизайном, другие портфели, рюкзаки я имею в виду, возможно, что-то еще. То есть, чтобы у клиента была возможность выбора не просто из двух вариантов, а сразу из большого количества. И, кстати, обращу внимание, что две другие сумки, они в листе ожидания. Соответственно, их не могут сейчас купить клиенты, но они могут поставить это в лист ожидания. Лучше такого не допускать. Ниже смотрим. Описание. Описание. Первое предложение, оно на самом деле хорошее, потому что вы говорите о швейной фабрике, что это, во-первых, российская швейная фабрика, и, во-вторых, что она специализируется на пошиве сумок для министерств и ведомств РФ. Это хорошая уникальность вашего бренда, вашей фабрики. Кстати, если у вас фабрика, соответственно, наверное, у вас есть большее количество товаров, так что у вас есть возможность их добавить. Это хороший момент, как я сказала. И вот то, что вы их готовите для сотрудников России, Министерства обороны, наверное, Министерства обороны России и так далее, это тоже хорошие моменты. Необходимо узнать у вашей целевой аудитории, а это важно на самом деле для них, как для покупателей, потому что я вижу, что здесь, например, спортивное назначение написано «страйкбол», то есть как связано то, что это для министерств и то, что это страйкбол. Возможно, какие-то другие моменты можно было бы как бы подсветить. Но, опять же, это неплохо, молодцы, что написали. Я думаю, что если вы выберете в итоге это оставить, то это хорошо тоже. Производится в трех расцветках камуфляжа. Это в целом можно не писать. Почему? Потому что у вас уже наверху в карточке товара видно, какие расцветки есть у вашего товара, у вашей сумки. Соответственно, это просто лишнее предложение, которое загромождает ваше описание. Дальше. Длина, ширина, высота. Да, понятно. Объем 150 литров. Тоже понятно. Опять, длина, ширина, высота – это те вещи, которые вы могли бы потенциально вывести внутрь фотографии, и это не пришлось бы дописывать. И причем вы могли бы длину, ширину, высоту показать каждой из сторон. Возможно, это было бы удобно. Данная сумка может увеличиваться и уменьшаться в длину на 34 см. Тоже хороший момент. Это, кстати, тоже можно было как-то показать на фотографии. То есть, например, сфотографировать до уменьшения и после уменьшения, и показать, что, например, вот эти 14 см вы могли бы вместить еще там, не знаю, дополнительно 3 бутылки воды, что-нибудь такое. В нее легко поместится бушлат и еще нечто. Опять, возможно, можно было бы на фотографии показать этот бушлат. Или бушлат – это то, что человек, например, на страйкбол берет. Не знаю. То есть, возможно, спортивное назначение тогда не нужно было бы ставить. Нужно подумать над этим моментом. Изготовлено из спецтканей, да, тоже хорошо. Данная ткань изготавливается в России, тоже хорошо. Возможно, вот это все про полиамидные нити тоже можно было бы как-то вынести в фотографии. Потому что, если честно, как для клиента, это очень длинное описание. И сложно было бы в нем найти то, что действительно важно. И визуально гораздо легче воспринимать что-то, чем читая этот текст. Молодцы, что прописали, что мы следим за качеством пошива. На самом деле, прямо чувствуется вот за этим брендом такая мужская какая-то сила. Потому что, когда мы посмотрим на отзывы, там тоже такие хорошие ответы. Прям чувствуется, что человек горит за своим брендом. Назначения. Молодцы, большие, что прописали большое количество назначений. Это означает, что вы появляетесь в большом количестве категорий товаров. И выше вероятность, что клиент вас увидит. Назначения подарков тоже огромные, молодцы. Интересно, что за назначение подарков пожарок на 23 февраля. Но, возможно, кто-то так ищет. Или вот 23F. В общем, тоже интересный момент. Возможно, нужно посмотреть, что действительно важно из этого. Потому что, когда это так много, тоже согласитесь, не выглядит это очень привлекательно. Вес товара без упаковки 120 грамм. А, ось, 1200 грамм. Хорошо. Тоже можно было бы вывести направление. Вот активный отдых, охота, рыбалка. Тоже это было бы классно. Вынести именно фотографиями, такими иконками. Что типа вот человек там активно отдыхает, путешествует. Очень удобно. Комплектация. Возможно, можно добавить, что какая-то есть упаковка. И да, все остальные моменты понятны. Это я вам рассказала про описание. Теперь вернемся к названию. На название не буду долго останавливаться. Я понимаю, что, наверное, в момент, когда эта карточка товара создавала спецификация, еще можно было бы изменять название. Вот в будущем и уже сейчас мы не можем создавать какое-то тривиальное название свое. Мы можем только указать все какие-то характеристики товара, и название будет формировано самостоятельно на основании предмета и категории. И спускаемся еще ниже. Отзывы и вопросы. Обращу внимание, что здесь большое количество людей, которые добавили фотографии для отзыва, это вообще очень позитивный момент. Я думаю, что можно даже просить где-то в описании или в фотографиях, что если вам понравилась наша сумка, там сумка нашего бренда, нашей компании, пожалуйста, ставьте отзыв. Потому что я считаю, это нормально просить людей оставлять отзыв. Так что почему бы и нет? И мы видим, что здесь действительно большое количество. Вот этот контент, который создается клиентами, он, если не более важен, чем наш обычный контент, чем наш обычный фотоконтент. Потому что это именно живая фотография, и человек, другой клиент на нее смотря, может принять решение о покупке или не покупке вашего товара. Дальше. Смотрим на отзывы. Обязательно нужно работать с негативными отзывами. И я вижу, что здесь прям очень сильно проработан ответ на отзыв. Но здесь я такой момент скажу. Никогда не нужно пытаться перечить, во-первых, вашему клиенту, который пишет вам отзыв. Никогда не нужно негативить. Никогда не нужно доказывать то, что ваш товар на самом деле лучше, или показывать ваше разочарование в этом клиенте. Потому что вот эти моменты. Жалко, что вы судите, не проверив. Вы знаете, это вот то, что можно было бы сказать, возможно, лично какому-то своему другу о том, что жаль, что клиенты иногда судят, не проверив. Но это точно не нужно писать в ответе на отзыв. Потому что вам это не надо. И не надо разводить какие-то оправдательные ситуации. Нужно прям отвечать по моменту. Что мы видим? Это не армейская сумка. Вода в ней будет заливаться через швы. Во-первых, опять, вода в ней будет заливаться через швы. Это первый момент, на который нам нужно ответить. Здесь мы приводим какую-то аргументацию против того, что вода не будет заливаться через швы. Вы говорите, что швы прочные, что, не знаю, все наши клиенты отмечают, что швы прочные, и никогда такой ситуации не возникало. Или там наоборот, что да, возможно, что вода будет заливаться только если будет очень сильный дождь, а в обычной ситуации нет. То есть вам не нужно комментировать, это не армейская сумка. Дальше. Материал может и хороший, но швы светятся насквозь. Здесь опять вопрос про швы. То есть мы видим, что у клиента явный какой-то главный аргумент против этой сумки – это швы. Соответственно, вам нужно либо изменить ваши швы, если они действительно плохие, либо подумать и продумать ответ на это возражение. Завтра пойду сдавать обратно. Ну, как бы, сорян, что я могу сказать. Здесь тоже, наверное, не нужно комментировать. Можно только сказать, что вы можете, например, походить один день с этой сумкой, посмотреть, что с ней все в порядке. Хотя нет, лучше так не писать, потому что иначе они будут ходить и сдавать что-нибудь плохое. Но вот в ответе отзыва на отзыв, если бы она была армейская, она была бы уставная, а уставные вы сами знаете какие, что и без дождя намокнет все в сумке. В общем, это очень много ненужной для клиента информации, потому что ему хочется просто выплеснуть свой негатив или свое какое-то возражение. Ему не нужно вот это все слушать. Хотя здесь вы, конечно, показываете, что вы эксперты, вы понимаете, о чем вы говорите. Но все равно. Дальше. Опять смотрите, в следующий отзыв опять не понравились швы. Обратите внимание, что со швами. То есть, возможно, если клиенты на это обращают внимание на постоянной основе, возможно, с ними действительно что-то можно сделать. Или отдельно тогда это прописать, что нет, швы классные, здесь прекрасная сумка. Вот смотрите, тоже момент. Когда отзыв негативный, пишите большой отзыв, ответ, в смысле, на отзыв. А когда отзыв позитивный, то ответ маленький. Не означает ли это, что мы ценим наших клиентов, которые пришли с позитивом, меньше, чем клиенты, которые пришли с негативом? Как бы в негативе, да, правильно, что вы отвечаете больше, чем клиент написал. В этом случае акцент у людей, которые потом будут заходить в эту карточку товара, будет именно на вашем ответе. Но все равно, возможно, можно написать какой-то более развернутый ответ и тоже пробежаться по каждому из пунктов. Потому что для вас это дополнительная возможность сказать, что да, товар классный, но уже для других клиентов. Например, очень надежная дорожная сумка. Да, это действительно хорошая сумка для, не знаю, путешествий и так далее. Материал плотный, не промокает. Вы правы, бла-бла-бла. Молнии надежные, удобные. И молнии, и над ручками работаем, и вы знаете, мы еще проводим специальные проверки и всегда, не знаю, исправляем все, что мы нашли. В общем, обязательно пишите тоже более какой-то развернутый ответ на позитивный отзыв. Потому что люди любят, когда им отвечают. Они на самом деле пишут ради того, чтобы им кто-то ответил. Так что важный момент. И сейчас я перейду уже во вторую карточку товара этого бренда. Сумка-рюкзак-трансформер. Так, здесь молодцы, что уже начали работать с инфографиками. То есть я считаю, что это всегда большой плюс, когда у вас есть какая-то такая оформленная карточка товара, и клиент может больше информации из нее увидеть. Здесь мы сразу прописали на первую картинку, что это водоотталкивающий материал, бла-бла-бла. Трансформер, качественная фурнитура, высокая прочность, большая вместительность. Все отлично. Тут такой момент. Каждый из этих моментов, он требует какой-то аргументации. Например, качественная фурнитура. По сути, любая сумка, точнее, любой бренд сумки скажет, что у нас качественная фурнитура. Они же не скажут у нас, простите, плохая фурнитура. Или там, мы покупаем дешевую фурнитуру в Китае, так что вообще не покупайте нашу сумку. Соответственно, все могут сказать, что это качественная фурнитура. Высокая прочность, тоже никто не скажет, у нас на самом деле не очень такая сумка, и она там сразу рвется. То есть это не очень хорошая аргументация, скажем так. Хотя вы уже прошли вот этот первый шаг, когда вы показали, что вы об этом вообще думаете. Соответственно, возможно, можно было бы прописать фурнитуру из Германии, там что-нибудь такое. Высокая прочность равно, это что мы имеем в виду, что, не знаю, выдерживает вес до 200 килограмм. Большая вместительность, вы, не знаю, вы вместите, не знаю, все ваши вещи, всю вашу там технику, что угодно. В общем, как-то аргументируйте эти моменты. Следующий важный факт, это вообще в целом визуал этой карточки товара. Опять плюс в том, что вы, по крайней мере, сделали инфографику. А вот то, что можно улучшить, это то, что мы могли бы отдать эту карточку какому-то дизайнеру, а не делать ее самостоятельно, потому что здесь, например, вот хит-продаж. Здесь такая черная обводка, такая прямоугольная, это немного тяжело смотрится, тяжело воспринимается. Текст, возможно, немножечко большой, и можно было бы поближе друг к другу поставить звезды, и, наверное, выбрать другой нерозовый фон. Соответственно, я подумала, какой можно фон выбрать, и вот смотрите, есть такие варианты. Вот взять какой-то камуфляжный, как вот здесь показано, но немножечко его затемнить. И вот можно выбрать тот, который вам подойдет лучше, или именно вашему товару, я имею в виду. И, возможно, это будет интересненько и красиво, и сразу будет ассоциироваться с целевой аудиторией, а не с розовым цветом, потому что, наверное, розовый цвет, это вот точно, что не нужно было использовать для такого типа сумки. И по остальному фотоконтенту я могла бы просто повториться, но не буду повторяться, что я бы добавила размеры, я бы добавила ситуацию, в которых используется товар и так далее. Дальше. Отличный подарок настоящему мужчине. Смотрите, здесь тоже этот момент, почему мы сейчас так использовали название, это чтобы клиента потенциально, когда они ищут, они быстрее бы находили эту сумку. Но вряд ли кто-то пишет подарок настоящему мужчине, или отличный подарок настоящему мужчине. Наверное, можно было бы подумать о каком-то другом запросе. Дальше. Описание. Оно в том же стиле выполнено, соответственно, все те же самые комментарии, которые я говорила раньше, здесь можно также применить. И с этим товаром рекомендуют, тоже можно было бы добавить большее количество товаров. Что я вам еще советую? Обязательно посмотрите, как подобные сумки, точнее, каким образом ваши конкуренты подобные сумки визуализируют. Вот я сейчас посмотрю, ну, таким же способом, на самом деле. Это означает, что у вас огромный потенциал роста. Потому что все вот эти бренды, которые, ну, смотрите, даже на сером фоне, уже выглядят гораздо приятнее, чем просто на белом. Вы видите, что все остальные бренды тоже просто делают фотографию на белом фоне, как первую. И в этом случае, как только вы сделаете более интересную первую картинку, у вас сразу будет гораздо больше преимущества перед вашими конкурентами, чтобы в вашу карточку товаров зашли. То есть, как минимум, вы бы написали размеры сразу на первой карточке, на первой фотографии. Наверное, это все, что я бы хотела на данный момент сказать по поводу вот этого бренда. Я надеюсь, что и было это полезно для владельца бренда, и для всех других людей, которые смотрели на этот разбор карточки товара. И все эти моменты вы всегда можете внедрить и себе тоже. Так что я вам желаю скорейших внедрений красивого фотоконтента, классного описания и увеличения продаж. До встречи в новых видео.